Производители алкоголя планируют со следующего года повысить цены в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста от 5 до 25%. Причинам увеличение стоимости логистики, сырья, аренды, а также повышение импортной пошлины. Это экономика главная в студии Богдана Приход. Здравствуйте. Центробанк вдвое увеличит число экспортеров, которым придется отчитываться перед ним о своих активах. Список пополнит компании, чья экспортная выручка в этом году или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превышает 1 миллиард долларов. Компании будут обязаны предоставлять именно консолидированные данные, то есть отчитываться и по всем дочкам. Также предприятия должны будут направлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в зарубежных банках и рублевых задолженностях перед нерезидентами. Пока что это проект регулятора и, как уточнили в ЦБ, он разработан в связи с внесением поправок в федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле. Проект указаний размещен для обсуждения до 17 января 2024-го включительно. При этом эксперты не считают, что таких компаний будет много. Там же список даже экспортеров никак не раскрывается. Одно мы знаем, что те экспортеры, которые были первоначально в периметре мониторинга, на них приходилось там существенно больше половины всех экспортных доходов. Но, следовательно, те, кто во вторую волну пойдут, они увеличат объем экспортных доходов, которые будут покрываться мониторингом, но уже не радикально. Это полезная мера, полезный шаг, который, да, позволит поддержать курс рубля, хотя не стоит ожидать, что эффект будет прям очень уж сильный. Интересна еще одна деталь. Ранее Центробанк был обязан публиковать список отчитывающихся экспортеров, а согласно новому проекту эти данные обнародоваться не будут. Регулятор планирует сообщать компаниям, если они попадут в этот список в индивидуальном порядке. Ждем новый рекорд. Объем выданных автокредитов за 11 месяцев этого года уже обновил максимумы для сегмента 1 триллион 130 миллиардов рублей. Такой показатель был за весь 21 год. Тогда тоже он был рекордным. Данные Национального бюро кредитных историй приводят в ведомости. Если брать 21 год за эталон, то в количественном выражении выдачи пока уступают. Было 930 тысяч кредитов, стало 800 тысяч. Это данные за 11 месяцев. А если сравнивать с прошлым годом, то банки выдали на 8-7,5% больше кредитов на автомобиле по сумме и на 60% больше по количеству. Динамика замедлилась в последний месяц осени. В автостате это связывает с ростом ключевой ставки. Но плюс автокредитование ушло в более низкий ценовой сегмент. Повлиял, конечно же, и курс рубля. Цены на автомобиль за 10 месяцев 23-го выросли уже больше, чем за весь прошлый год, почитали эксперты. Средний чек составил около 1,5 миллионов рублей. Как пишут ведомости, по прогнозам ВТБ, объем рынка в этом году составит рекордные 1,6 триллионов рублей. В открытии ждут, что сектор выдаст чуть больше 1 миллиона кредитов на автомобили, не менее чем на 1,5 триллиона рублей. В следующем году аналитики тоже ждут роста продаж, в первую очередь за счет китайских брендов, чье предложение только увеличивается. Из Центробанка позвонят. Как выяснили ведомости, представители регулятора обзванивали некоторых инвентентов третьего эшелона, акции которых были особенно волатильны на торгах. Банк России просил компании принять меры, а также интересовался, чем могут быть вызваны колебания, и есть ли у движения бумаг фундаментальные основания. Некоторых разговор с регулятором так встревожил, что они якобы задумались о делистинге. Речь в частности идет о ТНС «Энерго». В конце ноября компания объявила, что рассматривает делистинг акций своих предприятий с московской биржи. Среди причин там назвали необоснованный рост акции и постоянную бумажную прибыль, которую он вызывает, так как компания держит пакет собственных бумаг. Источники ведомостей утверждают, что звонок регулятора стал для акционеров, цитирую, «последней каплей». При этом регулятор уже устанавливал ранее, что сотрудник ТНС «Энерго» занимался недобросовестным и торговыми практиками. Так что вопросы нельзя назвать необоснованными. В этом году на фондовом рынке не раз наблюдался краткосрочный и резкий рост волатильности в десятках бумаг второго и третьего эшелонов. Многократно летали акции «Красного октября», «Мостотреста», «РКК «Энергия»» и других. Центробанку и Мосбирже пришлось принять дополнительные меры безопасности. Теперь заявки на покупку бумаг таких компаний не должны превышать цену прошлого закрытия более чем на 22%. Как утверждают эксперты, часто сами организации или их сотрудники могут быть заинтересованы в разгоне своих же акций. А практика звонков и уточнений регулятора – это общемировой тренд. И она распространилась в 2021 году после массового разгона акций компании через социальную сеть «Реддит» в США. 4% вместо 40%. Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал о том, куда отправлялась российская нефть и нефтепродукты в этом году. По его словам, если ранее 40-45% всего объема поставлялось в Европу, то теперь на этот регион приходится не более 5% российского экспорта. То есть объемы поставок сократились примерно в 10 раз. До половины российских углеводородов в 2023 году продавались в Китай, а еще 40% в Индию. Новак также отметил, что если торговые отношения с Кайнер имеют богатую историю, то вот в Индию до 2022 года Россия нефть почти не поставляла. Международный косметический концерн «Эйвен» решил не уходить из России. Пока. Хотя больше чем полтора года назад компания объявила, что прекращает инвестиции в нашу страну. Основанный в США концерн, который уже три года принадлежит бразильской Nature & Co, не хочет продавать свои активы, цитата, с ощутимым дисконтом. Плюс бизнес работает в России довольно стабильно. В апреле этого года концерн начал подготовку к продаже своего единственного предприятия в подмосковном Нарафаминске. На активы производителя даже были реальные покупатели. Это «Натура Сибирика» и группа компании «Арнест», которая ранее выкупила российское подразделение «Хайнекен». Эксперты предполагают, что их привлекали именно уникальные мощности. Там можно выпускать не только косметику, но и парфюмерию. Но уже в ноябре компания все-таки передумала. По словам источника «Коммерсанта», Nature & Co оценивала стоимость бизнеса как минимум в двукратном размере годовой выручки. То есть примерно в 28 миллиардов рублей. Хотя брендом владеет компания из Бразилии, которой власти России считают дружественной страной, ей все равно пришлось бы согласовывать сделку в прав комиссии, так как бенефициаром российского подразделения значится «Эйвен Нидерландс Холдингс 2». Эксперты же считают, что в ближайшее время компания вряд ли будет возобновлять маркетинговую активность. Новый актив в копилке Владимира Потанина. Российский Форбс со ссылкой на источники пишет, что несколько участников пулу потенциальных инвесторов в Яндекс вошли в капитал ее головной компании из Нидерландов – Яндекс.НВ. Один из возможных покупателей этих бумаг – президент Холдинга Интерос и ГМК Норильский Никель. Напомню, торги бумагами Яндекса на американской бирже «Насдак» приостановлены с 28 февраля 2022 года. Однако на внебиржевом рынке активность не прекращалась. Якобы структуры Потанина активно приобретали акции, в том числе у недружественных нерезидентов с дисконтом. Собеседники издания оценивают объем сделок миллиардера, цитирую, «десятками миллионов долларов». При этом Потанин не единственный, кто интересовался покупкой Яндекса и мог скупать бумаги компаний на внебиржевом рынке. Ранее источники нескольких СМИ, например, сообщали о том, что среди потенциальных приобретателей есть и глава Лукойла – Вагит Олегперов. Однако пакет акций Яндекс.НВИ, собранный Потанином, якобы значительно превышает позиции других российских инвесторов. Делают они это в преддверии предстоящего разделения активов и приезда части бизнеса в российскую юрисдикцию. Ранее рейтер сообщил о переносе, запланированной в этом году перерегистрации Яндекса на следующий 2024 год. «Газпром» в полтора раза увеличил поставки топлива в Китай в 2023. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил глава компании Алексей Миллер. К 2025 году планируют дополнительно увеличить объем газа, который направляют в Китай, и довести его до 38 миллиардов кубометров. Также Миллер рассказал, что из-за погодных условий выросли поставки газа в Узбекистан. Мы очень конструктивно, по-соседски работаем с нашими партнерами. В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы. И наши узбекские друзья, коллеги попросили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наше суточное обязательство по подписанному контракту. И в настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре месяце вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу Средней Азии в центр. Отмечу, что сейчас «Газпром» поставляет топливо в Узбекистан по двухлетнему договору с АО «Узгазтрейд». Он предполагает объем экспорта в 9 миллионов кубических метров в сутки или почти 2,8 миллиарда кубометров в год. К этой минуте у меня все. Смотрите РБК. Я напоминаю, что у нас есть YouTube-канал РБК-инвестиции. Там вы найдете выпуски «Экономика главная» и не только. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мы все читаем и смотрим. Оставайтесь в курсе событий. Далее рынки после рекламы. Смотрите РБК.